Мы с супругой решили вернуться в индустрию МЛМ. Конечно, это было сложно, потому что возвращаться всегда – это такой вот эмоциональный подъем в душе. Ты берешь для себя ответственность за свою команду, за будущих партнеров, перед компанией берешь ответственность, сможешь ли ты или нет. А первый вопрос – сможем ли мы достичь того уровня, который мы достигли в предыдущем проекте. И, конечно, когда уже набрались уверенности и поддержали друг друга, мы снова вернулись. И вернулись именно в ту компанию, которая дает нам на сегодняшний день вот этот вот драйв, вот эту вот уверенность и, самое главное, восторг нашей команды. Эта компания – АПЛ! Ребят, сегодня мы будем немножко где-то кого-то обижать, где-то говорить истину. И просим сразу заранее прощения. И, конечно, хотим, чтобы вы поняли, что мы хотим до вас донести. И доносить мы будем сегодня именно ту систему, которая якобы приводит к успеху. Но я вам скажу, в системе никакой нет. Есть душевное чувство своего бизнеса. Как вы его чувствуете, как вы его ощущаете, да? Вот кто вчера был на молодежном таком брифинге, помните, да, вопрос, ответ нашего президента? Я не разделяю свою жизнь работа в АПЛ и жизнь в семье папа, муж там и сын. Есть жизнь, и в жизни мы живем с компанией АПЛ. Это семья, это работа, это будущее, это наш успех. Поэтому мы сегодня хотим довести, что эта система действительно вам принесет громадный такой подъем в жизни, подъем в ваших чеках. И в мой спуга начнет с первой с вами. Я бы хотела, конечно, вначале, ну, тут так как все делятся своими историями, конечно, мы бы, наверное, хотели поделиться историей своей семьи тоже. Что вам? Так как в сетевой маркетинг мы вообще попали в 19 лет. Тогда мы, в принципе, даже не думали о том, что это там классно, что это как-то приносит деньги. Тогда мы, как и многие, наверное, думали, Артика-мама занималась этим маркетингом, и он всегда маме говорил, мам, там очередная твоя секта. А я вообще, в принципе, даже себе не представляла жизнь в такой семье, в такой семье, как сейчас присутствует здесь. Я была просто студенткой факультета психологии, которая пришла в один небольшой офис, где была служба доверия «Семья и грамм». Пришла проходить просто практику. И там же эта женщина, которая находилась, она мне предложила, очень, можно сказать, просто дала мне путевку в жизнь новую, абсолютно новую жизнь. Я предложила новую мужу. Да. В первую очередь мужу. Ну и, конечно, мы познакомились с сетевой маркетингом, мы познакомились с индустрией МЛМ. И действительно поняли, что это настолько интересно. И вот сейчас, когда говорят, что почему-то мало молодежи, да, в компании, почему мало, непонятно. Вот мы, будучи молодежью еще тогда, действительно поняли одну вещь, что здесь есть все, абсолютно все. Здесь есть тусовки, здесь есть веселье, здесь есть действительно признание. Сейчас мы будем говорить с вами о том, куда мы тратим свое время и как мы его тратим, да. Но когда ты студент, и когда ты думаешь, что тебе завтра на занятии, вот эта рутина тебя постоянно поглощает, и ты не знаешь вообще, чем тебе в принципе в жизни заниматься, и туда ли ты пошел, и ту ли ты профессию выбрал. И когда тебя вдруг вот на такой волне куда-то выносят, в такое место, в такое течение, что ты действительно начинаешь с тобой реализовываться, где ты действительно становишься личностью, где тебя все узнают, где тобой восхищаются, это действительно прекрасно. Вы называете красавчиком? Да. Моего супруга, да. Тоже гордится, кстати. По большому счету, я был в бутылке по ночам, днем работал официантом, и я прекрасно понимал, что у меня нет богатых родителей, у меня нет высшего образования, у меня 9 классов среднего образования. И я знал, что у меня нет таких сверхспособностей, да, что я не звезда Голливуда будущего, что я не ученый, который сделает завтра открытие в политике-то, тем более, там мне, наверное, места нет, да. И поэтому я искал ту возможность, где готовы были купить мое время, мою энергию. Мне было 18 лет, у меня было энергии. И куча времени. Да, и куча времени. И поэтому, когда меня познакомили с индустрией MLM, конечно, я в первую очередь сказал, мам, вот там твоя очередная там секта, сходи, посмотри, может понравится. Но через месяц я начал изучать маркетинговый план и бизнес-предложение этой компании, и я понял, что там есть деньги. И как бы мы сейчас с вами не говорили, да, вот 1100 человек, мы все, конечно, вот пришли за этим. Да? А кто-то говорит, там, ищите оправдание, ну, если у него структуры нету, команды нету, он там не может заработать, потому что, да нет, я не пришла за деньгами, деньги – это второе, я пришла за продуктом. Да, это, ребят, все, оправдание, потому что без денег, ну, даже здесь, в Казани, сейчас многие из вас бы не были, если бы вас не было бы денег. Согласитесь? Вот поэтому это оправдание, и вот это оправдание мы убрали, мы начали изучать. Пять месяцев, конечно, нас называли лотоконами. Все были в шоке, особенно мои друзья, мои знакомые. А ты как так? Как ты пошел на лотокон? Миша слово просто отвернулось от нас. Да, и на пятом месяце мы подписали первых людей, и за год мы построили команду из 17 тысяч человек. И это только в нашей стране. И мы тогда как это делали, в маленьком, в самих стране, по территории. Ну, территория у нас, конечно, приличная, но по количеству населения у нас всего лишь 5 миллионов населений. Александра попробовала кататься, как раз я помню, один из поездок, она попробовала кататься на шоке. Поэтому, понимаете, здесь, именно в этой индустрии, вы себя открываете в новых, как бы, ракурсах. Вы становитесь, в первую очередь, вы становитесь продюсером. Вот кто вообще мечтал иметь такую голливудскую звезду и продюсировать ее? Никто не мечтал. Вот поэтому вот у этих людей есть деньги, а там деньги как-то вот урут сюда. Ребят, в первую очередь, вы должны быть продюсерами. Если бы наши спонсоры, вот мы им благодарны, Тимофеева, Олега Анатольевича, Елена Георгиевна, не раскрыли бы наши потенциальные таланты, наши возможности, вы бы, наверное, тоже здесь настояли. Вот они идеальные продюсеры, которые у нас раскрыли в предыдущих проектах. Спасибо вам большое. И когда вы раскроете человека полностью, все его возможности, всю его энергию, все его желания, он действительно начнет звездить. Ребят, реально звездить. А когда вам звездит, вы получаете что? Вы зарабатываете деньги. Вы зарабатываете деньги. И первое, что мы хотим сказать вам, это время. И то потраченное время, непонятно куда, непонятно как. Давай расскажем сначала о том, что действительно мы в МЛН индустрии добились хороших результатов в предыдущем нашем проекте, да? Несмотря на нашу молодость, на то, что мы были действительно молодыми, многие люди за нами не шли, многие нам не верили, многие нас обсмеивали, друзья отвернулись. Было очень тяжело. Во-вторых, я действительно удивляюсь и хочу спросить вас всех, при такой системе, которая существует в ЭПР, почему так плохо все работы? Мы, находясь в Туркменистане, не имея достаточно хорошей работы интернета, не имея вообще никакой доступности до наших спонсоров, потому что страна наша закрытая, нет возможности приехать к нам. У нас на тот момент, понимаете, да, тоже в 19 лет денег нет, только за счет родителей мы, в принципе, жили, тем более я еще училась. Естественно, это были деньги, да, потраченные на мою учебу. Так вот, мы смогли сделать так, мы не были в одной структуре, мы были параллельными ветками, но мы смогли объединиться. Да, он съедрил. Да, он съедрил. Жените на ней. Он соединил, не снился, поэтому, наверное, только женился. Ну, спасибо, конечно. Прошло не пять лет, спасибо. Вообще-то, уже девять стоит. Так вот, хочу сказать, что не имея ничего вот этого, это помогло нам сплотиться, это помогло нам стать ближе, это помогло нам стать роднее. И это нас столкнуло к тому, что мы сами, не имея ни спонсоров, ни наставников, ни интернета, никаких ресурсов, мы сами все это придумали. Нашей компанией не было Сергея Сергеевича Куликова, который делал всякие всевозможные значки, знаки отличия, согласись, да? Даже развлекал. Развлекал мы сами себя. Тренинги мы устраивали сами, то, что читали в книгах, то, что читали в МЛМ-литературе. Мы не знали, о чем говорить, как говорить, мы просто выходили на эту сцену, улыбались и рассказывали заученные какие-то фразы. Почему большинство из вас не делает это, я не могу понять. Это присутствие компании есть практически во многих странах, да? Люди есть в этих странах. Но почему там не идет активного развития? Почему даже элементарно взять нашу страну, опять-таки закрытую, да, скажем так? И мы вдвоем, слава богу, нашли эту замечательную компанию, да, когда приняли решение вернуться. Но здесь есть все. У нас есть шикарный бэк-офис, в котором есть абсолютно вся информация. На сайте компании есть множество книг, множество литературы. Президент компании каждый раз устраивает вебинары. Лидеры компании устраивают вебинары. Даже при плохом интернете, у кого кто-то там жаловался вчера, все замыкает, они не могут смотреть. Есть возможность посмотреть это в повторе. У нас не было такой возможности, но мы смогли построить команду из 17 тысяч человек в 18-19 летнем возрасте, в предыдущей нашей структуре. А знаете почему? Смогли заработать первые свои миллион долларов. Было страшное желание иметь. И когда вы начинаете использовать вот эту формулу «быть», «делать», «иметь», «иметь», «это формула, которая приводит к успеху». Потому что когда действительно у вас нет выбора, но есть очень сильное, жгучее желание иметь хороший доход, иметь хорошую репутацию, ездить на хорошей машине, обеспечить жизнь своих родных и близких. Мы действительно на тот момент, в 2010 году мы уже поженились с артыком, и на тот момент мы сделали свадьбу на свои деньги, на свои собственно заработанные деньги. А у нас свадьба делается не как в России. На нашей свадьбе было, мы пригласили 600 человек, пришлось 750. У нас люди в кридоре сидели, им доставляли столы, я не знаю, что ли они там с тарелочкой, как шведский стол в руках, да? То есть, представляете, на тот момент мы наняли самую дорогую танцевальную группу, которая танцевала 6 танцев, это вообще тогда считалось, да, очень таким интересным. Там чего только не было, кулинарные изыски. Мой супруг полностью сделал весь зал с живыми цветами. Понимаете, это то, что мы, это не наши родители нам сделали, это сделали мы сами, сами для себя. Так вот те, кто молоды, задумайтесь о своей жизни. Те, кто в возрасте, я просто вас уважаю, я иногда смотрю на красивых женщин, которые, ну вот за 50 лет, да, раньше я думала, что это так много, что это, это просто туда идти и идти. Боже мой, сейчас уже сама думаю, мне уже 30, скоро уже 40, боже, там уже недалеко и 50. Но когда я вижу красивых женщин, самодостаточных, красиво одетых, хорошо пахнущих, хорошо зарабатывающих, и, как мой муж любит говорить, женщина не должна зарабатывать больше мужчины. Поэтому, когда я вижу мужчин, которые могут себя реализовать как мужчина, а не лежащих на диване и толкающих жену, когда ты там приготовишь или принесешь, да, вот мне кажется, это действительно радость жизни, когда вы можете получить самоудовлетворение, и когда вы можете себя похвалить и сказать, я красавчик. Да, я красавчик. Ребят, конечно, в первую очередь была большая цель, когда мы встретились с Александром, я вообще не понимал, куда я пришел, я начал изучать эту систему, начал сразу приглашать своих друзей, все отвернулись, никто не поверил, и тут я поставил себе первую цель, это доказать, доказать своим друзьям, что здесь действительно есть деньги. И вторая цель была, как Александр уже сказала, у нас есть, как бы обычай, наши свадьбы от 500 и выше, да, человек, гостей, и первая была цель сделать и организовать для них такую свадьбу, которой еще не было в городе, да. Я манил самый дорогой ресторан, это были 14 видов блюд, это было вообще супер, да, все казахские наши спонсоры прилетели, узбеки прилетели, Туркмения была, все зажигали, пять дней отмечая свадьбу, но это все стоит денег, и когда у вас есть эти деньги в кармане, вот как сегодня сказали, да, Лариса Гукова, может позволить себе спать до того часа, для которого она хочет, может позволить есть все, что она хочет, почему, потому что она знает, что каждый день ей все капает, правильно? Вот кто хочет именно так жить? Это не то, что шаблонный вопрос, я, отпустите пока вы, отпустите, мы вчера Турикова тоже, все говорили, что там вам миллионы нужны, там подобное, вот вам вчера нужны были миллионы, А сегодня кто-нибудь привел, а сегодня кто-нибудь привел одного человека? Вот, вот ставьте, пожалуйста, те люди, кто сегодня привел новичка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь человек, а нас, девять, десять, десять человек, а нас, тысячу сто, нас, тысячу сто, и представляете, вчера вы президенту компании заявляете, что вам нужны миллионы, а сегодня не можете себе заявить такую офигительную истину. Я линзиально описана. Понимаете? Вы понимаете, почему деньги не появились в правом кармане? Как мой супруг говорит, когда вы находитесь, да, вот в каком-то бизнесе, сейчас находимся в компании Пел, он говорит, конечно, в нашей компании замечательный продукт, который помогает, да, нам оздорово, но тем не менее, вы должны быть носителем вируса, вируса, который, когда вы будете чихать, будет распространяться на всех вокруг вас, то есть, как можно чаще, чихайте вокруг, живите этим, живите тем, что вы несете, живите тем, что вы чувствуете, и тогда люди будут это видеть. Даже вчера мы ехали в такси, и нас уже спрашивают, боже, он первый раз в жизни, вижу в пирамиде такое скопление людей, откуда вы все. А мы говорим, а у нас есть классная компания. Нас спросили, а можно прийти послушать? Мы сказали, конечно, можно, но мы с вами встретимся лично, потому что эта встреча, ну, не сегодня, не для вас, вам будет непонятно. И вы понимаете, вот это вот время, которое вы сегодня, вот вчера, например, да, использовали там со смонстрами, с командами своими, это классно. Вы использовали его, вы вложили это время на свое будущее. И когда вы начнете это время вкладывать каждый день, а оно дано каждому из нас, каждому из нас от рождения дало 24 часа. И богатый человек имеет 24 часа, и бедный человек, и ментяй имеет 24 часа. Вы понимаете, все мы имеем 24 часа, но каждый из нас, если Женя Новиков после форума летит в Украину, там, я не знаю, какие-то города России, и это время вкладывает на то, чтобы завтра это все принесло, и деньги, вы куда вкладываете завтра? Спросите себя. Вы куда вложите с понедельника свое время? Первый ответ. У кого-то есть еще один ответ? Как, как, как? Вот это, понимаете, шаблонно ответить каждый может. Вот сейчас вы выйдете, я сто процентов уверен, что тысяча человек, тысяча человек, нас тысячу сто, тысяча человек в свое время опять начнет просто расти. Только сто из них, вот сидящих, вот они, вложат свое время эффективно. И когда вы сами себе найдете этот ответ, куда я вложу завтра свое время, тогда вы можете засунуть в руку правый карман. А пока не суйте. Правильно, что я только сказал? И из ста процентов людей, ну, возьмем даже элементарно здесь сегодня, да, кто занимается традиционным бизнесом? Или занимался? Вот мы занимались, да, традиционным бизнесом? Мы тоже занимались традиционным бизнесом. Из сетевого бизнеса мы, заработав свой миллион, мы решили как-то, знаете, так уже вот, повлияржничать немножко, решили, ну, в нашей стране, как бы, действительно, это как-то не круто, не очень. А вдобавок еще к тому, что, как я уже вам и говорила, да, что мы же все хотим себе авторитет и репутацию заработать. Мы решили свои деньги вложить в сферу... В фармбизнес. Да, в фармбизнес. Открыли свой оптовый склад. Сейчас планшет. Ходи, мы сейчас не успеем. Да, планшет. Из ста процентов людей на земле, из них только десять процентов являются богатыми людьми. Вот кто хочет попасть в эту десятку? Я. Отлично, меньше ползала. А девяносто, которые не подняли руки, те люди, которые помогают им быть в этой десятке. Вы понимаете, те люди, которые пытаются, вот нас тоже спрашивают, Артек, а неужели нельзя совместить фармбизнес и ИПЕЛ? Нельзя. Нельзя. Вот кто работает по сей день, где-то на госструктуре, компаниях каких-то, совмещает ИПЕЛ? Ребят, вот у вас 700 человек. Только 400 человек для себя приняли решение, что ИПЕЛ это их жизнь. А 700 из вас совмещают. Вот я вам скажу такую картину. Вот сидит наша команда, у нас есть человек, парень, который вообще не знает, что это свой бизнес. Который вообще не знает, что это лидерцы, МВР и тому подобное. Он подписался 20 марта. 1 апреля у него человек составил 1065 евро. Ребята, старт. Вот он и памятник. Понимаете? Вот что должно вами командовать. Именно желание заработать. То, что вы себе говорите, он не получается. Есть такие люди, да? Кто вас вообще называет, что вы вот занимаетесь лохотроном? Вам говорят такое? Давайте слово все не будем отвечать. Вот каждый себя отвечает. Если вам говорят, что лохотрон, поднимите руку. Как вы думаете, компания МТС не лохотрон? Вот у нас была недавно акция в Туркмении. Приведи друг и дадим тебе 10 монат. Друг приходит, за 10 марта закупает сим-карту. Они скидывают мне его 10 монат ко мне на счет. И все. И на этом они мне заплатили, по-нашему, это какой бонус? Статую. Да? Вот они мне заплатили статую бонус. 10 монат мне пришло. Я весь такой довольный, что я 10 монат выговорю еще 3 дня бесплатно. И все. А вдруг покупают мне пакеты. Да? Приводят целые организации. Приводят людей. Делают им объемы. Где? Где мой лидерский бонус? Где мой структурный бонус? Группа мой бонус. Но МТС это не лохотрон. А почему МТС использует у меня как лох? Он не лохотрон. А Эльпир? Это лохотрон. Который дает и группу овлайн, и лидерский структурный. И это только 4, а еще 11 лет. Кто ответит? Вот так вот, ребята. Президент отвечает. Президент ответил. Где? Где логика, ребята? А кто говорит, что Макдональд, Силлокотрон? А? И приводить можно кучу примеров. Куча. Мы живем с лохотронами. Это все сетевые компании. Мы живем с теми компаниями, которые действительно на нас имеют денег. Вот скажите мне, пожалуйста, почему в Европе лезинцы кушают больше, например, чем в СНГ? Здоровья ваша. Потому что Европа сбывает всю свою химию в фарм-бизнесе. К нам. К нам. Мы идеальные клиенты фарм-бизнеса. А все люди, вот кто сидят, они подтвердят, они все практически за здоровый образ жизни. Они все хотят быть здоровыми. Они все хотят быть, именно, понимаете, использовать натуральные продукты. А у нас, например, вот в странах СНГ, честно, у нас в аптеках очереди стоят. Мы, конечно, знаете, в любом случае хорошо заработаем. У нас и фарм-бизнес есть, у нас и APL есть, да? А вы, как нам придете, деньги отдадите, что в сетевую придете, нам придете, деньги отдадите. Но речь не в этом. Речь в том, что вот по этой системе с НТС, вы где, в какой строке, в какой колонке? В 90%. Вы помогаете НТСу быть и более могучей компанией, и помогаете НТСу быть финансово-респеченным. Вы вас отмели, как у моха, да, грубо говоря, не дали вот эти вот бонусы. А вы еще идете и просите у них продать вам СНГ. Кто-нибудь просит у вас, вы чрезвяко сейчас ставите резинцами, да? У кого ярцо есть, поднимите, пожалуйста, руки. Вас умоляют, чтобы вы продали резинцы? Те люди, которые вчера купили, позавчера купили, а вот новички приходят, вас просят? Нет, а мы с аэропорта, те люди, которые приезжают, ну, это как мы иностранцы. У нас нет СНГ. С аэропорта, вот мы с самолета вышли, выходим с аэропорта, мы начинаем кого искать? Лохотробы. А почему нас не ищут? Потому что вы не можете разницу довести до людей. Доведя разницу, именно приведя пример европейской жизни, я вам скажу, вот человек столько, 60 тысяч рублей пусть получает в месяц, да? 10-15 тысяч рублей он отдает в аптеку, правильно? Да. Что это вообще? Ну, сколько там отдает в аптеку? Больше, меньше? Меньше, конечно. Меньше? Это наше окружение. Ну, сколько меньше, кто-то меньше, мы просто знаем, с какими списками приходят, да? И понимаете, когда вы начинаете свой расход распределять, заработки на свою плату, где-то 700 человек, которые совмещают сейчас, я пьел с работой. Когда вы начнете это все считать, когда вы начнете считать, сколько стоит ваше время, вы не пробовали, да, посчитать, например, 60 тысяч рублей, сколько обходится час ваше время? Сколько стоит час ваше время? Считал кто-нибудь? Давай сначала спросим, сколько лет они тратят на то, чтобы обучиться? Сколько лет, чтобы пройти практику? Кто имеет лишнее образование? Поднимите, пожалуйста. Поднимите руки слишком позже. Ну, по средним подсчетам это 5 лет, да? Мы берем медиков там и там еще другие специальности, средний такой. Возраст это 5 лет учебы в институте, в университете. И потом мы еще должны себе заработать какой-то авторитет, правильно? То есть, ну, 2 года нам по-любому нужно для того, чтобы свое время заработать, поднять, для того, чтобы действительно как-то утвердиться, да, в этой жизни. Так вот, смотрите, сколько мы работаем? Вот мы и отучились, получили высшее образование, пошли работать по специальности. Пошли по свою практику. Правильно? Пошли работать по специальности. Вот нам назначают 8 рабочих часов. В месяц это будет? 20 дней. Ну, грубо говоря. 160 часов. 160 часов. Вот скажите мне, пожалуйста, что 160 часов вы продаете от 500 до 1000 долларов в месяц, да? Ну, средняя зарплата. Ну, кто работает? Средняя зарплата ваша, правильно же? Ну, мы в рублях как бы... Это сумма. Вот за 1000 долларов, даже, предположим, за 1000 долларов в месяц вы продаете свое время. Свои 160 часов. Мы не считаем дороги, мы не считаем ваш сон. Мы считаем просто 160 часов. Эти 160 часов компания APL готова купить у вас очень-очень выгодно. Каким образом? 160 часов в месяц потрачено компанию APL. Вот вы когда отучились 5 лет, тратите сколько часов? Даже на обучение сколько часов вы тратите? Целый день находитесь на учебе. Целый свой рабочий день. Мы что учимся, что работаем, это одно и то же. Вот 5 лет вы потратили. 8 часов по назначению начинаете, ну, как по специальности начинаете работать. 8 часов вы общаетесь с неприятными вам людьми, правильно? Если у вас победительский человек, который вам неприятен. Хочешь, не хочешь, вы перешагите через свои принципы, но каждый день с ним здоровается, правильно? Правильно. А просто задумайтесь, 1 месяц, 8 часов, работать в компании APL на протяжении 160 часов, привезти в компании всего лишь 5 человек, всего лишь 5 человек, потратить на каждого из них по 2 часа. Сколько времени будет? А у вас? 160. Ребята, вы потратили 10 часов, сделали вот эту систему и живете, как Варис и Буку. 150 часов отцепают. А мы чаще всего подотратим сил. Почему этот парадокс никто не использует? Вот мы сейчас не делаем для вас открытся, мы хотим, чтобы до вас дошло, что действительно, приведя всего лишь пятерочку лидеров, пятерочку... И мы хотим потратить свое время именно на обучение системе, на обучение маркетингового плана. Расписать действительно те статусы, регалии, которые они хотят получить в компании. Просто сделать простую работу, простую, поговорить с человеком. И когда к нам приходит человек и говорит, я имею высшее образование, и он не работает по специальности, или же он работает по специальности, но получает 500 долларов заработную плату, мы говорим, окей. Мы не говорим тебе 5 лет работать на специальность партнера IPM, пора отучиться. Мы говорим тебе, отучись полгода. Почему за зарплату 1000 долларов люди идут и учатся 5 лет, а за чек миллион долларов люди не хотят учиться полгода? Кто-нибудь задавал этот вопрос? Полгода, окей, я со своими всеми заключаю и сделаю. Я говорю, полгода вы пьете, как я, едите, как я, спите, как я, проводите презентации, как я, учитесь и ездите на все самые те компании, несмотря на то, что сколько они стоят. Вы же когда учитесь студентами, вы себя ущемляете. Где-то не ходите на свидания, где-то не ходите на танцы, где-то не рождение пропускаете, потому что у вас завтрак занят, где-то не можете расслабиться хорошо, потому что с утра пораньше не нужно на пары. Правильно? Правильно. Сколько ущемлений вы переживаете за 5 лет? Почему вы не хотите 6 месяцев потратить своего времени, энергии и денег? Но вы же не все 6 месяцев будете студентом, во время 6 месяцев вы же еще будете зарабатывать. Вот человек, наглядывай вам пример. Студент. Вот человек, нет, он отучился, он уже отучился, он уже все понял, вкус денег, 1065 евро за 10 дней. Сколько это в рублях? 80 тысяч, да? Кто получает 80 тысяч рублей зарплаты, кто работает еще параллельно от IPL. Вот видите, вы зарабатываете 80 тысяч рублей за 160 часов. Этот парень привел всего лишь двоих и научил их привезти. Одним словом это называется делегирование. Он потратил 4 часа своего времени, делегировал свое время, да, ты уже поставил, и все. И он получил 1065 евро. Вот теперь задайте себе вопрос, те люди, которые зарабатывают меньше 80 тысяч рублей в месяц, и кто зарабатывает 80 тысяч рублей в месяц. Как вы хотите жить? Как сейчас? Каждый день придумывая себя оправданно. Нет, я не лентяй, но вот меня не могут там же слышать, меня вся оскорбляет. Кто-то не проводит школы, кто-то не проводит презентации. Мы не спосор. Сами, не надо на спонсоров все перекладывать. Не нужно кого-то искать оправдания, кого-то винить. Сами зовите, следите, мы в день сейчас. Для того, чтобы мы очень хотели закрыть квалификацию, нам вообще не хватило, да? Для этого. Но мы проводили презентации каждый божий день с разницей в 2-3 часа. Вот на что мы тратили свое время. А вы сами проводите презентации? Ну, я не говорю про тех людей, которые являются руководителями, и они обязаны это делать. Вы знаете, я хочу вам сказать такую истину, да? Вот вчера мы были на молодежном брифинге, и каждый начал задавать себе вопросы. И вот такой вопрос. Как сделать так, чтобы наша компания была очень такая мега-крутая, суперская, там, кто-то вообще сказал, дайте нам деньги, чтобы я хороший пост там вывыжил, да? Ребят, вы понимаете, вот все, что сейчас происходит, это все наша жизнь. Мы же сейчас с вами проживаем эти минуты, правильно? Это часть нашей жизни. И каждый из нас, это часть пазла сегодняшней картины. Сегодня мы строим картину форума «Штурмный луну». И если бы не было, например, Таганрога, Германии, Туркмении, Турции, их название этих стран не было бы включено в историю форума «Штурмный луну-2». Согласитесь? И когда вы, да, и когда каждый из вас будет делегировать свое время, именно внушая ответственность свою, выявляя ответственность по своей команды, каждый из нас будет писать вместе с Куликовым сегодняшнюю историю, вот тогда наша компания будет узнаваться. Запомните, ни один император не являлся императором без войска. И его войска – это мы. Каждый из нас должен помочь стать нашему войску гигантским, могуществом и завоевать весь этот мир. Потому что мы несем с вами деньги. Ребята, это самое главное, что на сегодняшний день человеку нужно. И семьи разрушаются от финансового недостатка, и дети болеют от финансового недостатка, и братья с сестрами ссорятся из-за того, что нет финансового достатка. Согласитесь? А когда мы с вами принесем в чей-то дом вот этот финансовый достаток, вот тогда мир станет лучшим. И напоследок, я хочу вам сказать, пишите сегодня свою историю. Будущее, исходя из истории. Когда вы делаете себе наколку, она остается на всю жизнь, согласитесь? Когда вы делаете себе какой-то надрез, шрам остается на всю жизнь. Когда вы делаете в квартире ремонт, это ремонт остается на какие-то года, годы. И сегодня, наверное, именно тот день, когда вы должны написать свое будущее. Обернитесь просто назад, посмотрите на свою историю, что там было, и что вас там держит. Вот пока вас там держат ваши страхи, обиды, неудачи, неуверенность в себе, вы не сможете пойти. Когда человека что-то держит, вас просто держит. И вы не можете сделать шаг. И вот сейчас я хочу сказать, вот кто за то, чтобы наша компания была самая лучшая компания в мире? Вот сейчас я хочу, чтобы все встали, даже те, кто сидел, у кого упрощают только что. Вот прям все встали. Оббежали все, вставайте. Вот сейчас, дайте слово вот этим вот тысячам столь людям, в том числе и руководствам, что в этом месяце, до 14 апреля, каждый из вас подпишет хотя бы одного новичка. Обязываюсь. Не две, не три, не три, не шестьсот разницы нету, а одного новичка. Обещаю. Обязываюсь. Ребята, жалко раз подпишись, что обзывающие действия. И это круто. Спасибо. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова